Мы вернулись в студию, я приветствую тех, кто только подключился к нашей программе. Во второй части программы мы будем говорить об ситуации в энергетике, чего в ней больше политики или экономики на самом деле, с теми, с моими гостями в студии. Сейчас в студии находится вице-председатель партии «Перемин» эксперт в области энергетики Сергей Тафилат, и на связи с нами находится в виртуальной студии, скажем так, наш второй гость, экс-депутат парламента Республики Молдова Андрей Баштовой. Добрый вечер, господин Баштовой. Добрый вечер. Вот первая, наверное, заявленная тема, она же послужит первым вопросом. Чего больше в энергетической сейчас критической ситуации, в которой находится Республика Молдова? Экономики или политики? Что больше играет роль? Ну, я так понимаю, что большинство зрителей, наверное, понимает, что вопрос этот риторический. Конечно, конечно же, политики. Потому что, если подходить чисто, будем говорить, энергетически, то получается так, что если мы возьмем, скажем, ту же цену на нефть, и сопоставим ее с ценой на газ, то, ну, кто работает в энергетике, знает, что теплотворная способность одной тонны нефти равняется теплотворной способности 1130 с чем-то кубометров газа. Вот из этого надо исходить. Если сейчас где-то средняя цена нефти, где-то 85 долларов за барик, умножаем, грубо говоря, на 7,2, то есть получается у нас эффективная цена тонны нефти в районе 600 долларов. Вот примерно в районе 550-600 долларов и должна стоить тысяча кубометров газа. Но на самом деле мы имели уже и 3500, и 2500 и так далее. Поэтому, как бы, вывод напрашивается сам собой, что это чистая политика без всяких там преувеличений. В отношении Республики Молдова, таким образом, мы сейчас ведется политическая игра экономическими рычагами? Понимаете, Республика Молдова, она за 30 лет стала заложником своей собственной политики. Потому что такая маленькая страна, если бы она выбрала правильную, будем говорить, внутреннюю, социальную, так сказать, политику и внешнюю политику, то у нее этих проблем, я думаю, вообще не было. Потому что, если сопоставить то количество энергоресурсов, которые нам необходимы, с тем количеством энергоресурсов, которые крутизут вокруг нашего рынка, то мы вообще там капля в очень большом море, и мы могли бы вообще, как в свое время Леониду Кучма, которому предложили зонтик, чтобы перейти из одного здания в другое, он был настолько ушлый, что он сказал, что мне зонтик не нужен, я между каплями пройду. Вот так же и Молдова со своим энергетическим проблемой точно так же могла пройти вот между этими гигантами, которые потребляют огромное количество энергоресурсов, и решить свои вопросы. Господин Тефилат, правительство Республики Молдова, нынешнее, может быть, предыдущее, усугубили ситуацию политическими решениями? По сути, наше правительство пытается рассматривать вопросы, как раз абстрагируясь от политической составляющей, только с коммерческой составляющей, что является в корне неправильным. Потому что для кремлевского режима, для путинского режима, газ является основным политическим инструментом по отношению к внешней политике Российской Федерации, как в Евросоюзе, так и в Республике Молдова. И не только для достижения политических целей, но и для коррумпирования зарубежных чиновников, чтобы они были более покладисты по отношению к Кремлю. А как мы можем решать политически созданные проблемы исключительно экономическими рычагами, подходя к этому вопросу, как к коммерции? Учитывая, что Молдова газ, вот у меня было пару недель назад в суде Вадим Чабан, я его спросила, он мне подчеркивал, что это коммерческое предприятие, я его спросила, какая коммерческая выгода отдавать газ Приднестровье, за которое оно не платит, и накопленный долг уже около 8 миллиардов долларов. И тут как бы получилось, что это предприятие не очень коммерческое, а больше политическое осуществляет функции в отношении Приднестровья. Как мы собираемся тогда решать взаимоотношения с Газпромом исключительно экономическими рычагами, если решения, как вы говорите, как говорит господин Баштовой, принимаются на политическом уровне? Совершенно верно. То есть это правильная формулировка вопроса, потому что если исходить только из коммерческих соображений, это никак не влияет на принятие решений как в Газпроме, так и в Кремле. Значит, если смотреть с коммерческой точки зрения, на процесс принятия решений в Газпроме, сейчас очень высокие цены на газ. Несмотря на это, Газпром ограничивает поставки газа на европейский рынок, где самая большая платежеспособность в мире. И тем самым Газпром сейчас теряет миллиарды, десятки миллиардов долларов. С экономической точки зрения это не имеет никакого смысла. Но с политической точки зрения это прекрасно вписывается в попытки Путина продавить отмену санкций в Евросоюзе. То есть он искусственно ограничивает поставки газа в Евросоюз, чтобы искусственно увеличить цены и тем самым заставить лидеров европейских стран отменить санкции по отношению к Российской Федерации. То есть это чисто политический инструмент. И подходить к нему только с коммерческой точки зрения это неправильно. Но учитывая, что цены на газ достигали 3,5 тысяч евро, то оно немножечко там, конечно, экономически и выгодно было в итоге. Здесь надо отметить, что рост цен происходит с одной стороны из-за ограничений поставки газа со стороны Газпрома на европейский рынок, но также замещать этот газ приходится объемами СПГ, сжиженного природного газа. Из-за этих объемов, которые достаточно ограничены, ведется борьба между европейским рынком и азиатским рынком, потому что они тоже обеспечивают свою энергобезопасность путем поставок СПГ. И поэтому, когда предложение маленькое, а спрос большой, это ведет к увеличению цен. На это и был расчет Газпрома и Кремля, чтобы попытаться шантажировать европейские страны. И в том числе и Молдову. Я сейчас еще раз попытаюсь вернуться в Молдову. Господин Пештовой, на ваш взгляд, как сейчас необходимо нам общаться с Газпромом? Потому что контракт у нас все-таки с Газпромом. И существует ли риск того, что с 1 ноября мы останемся и без этого газа? Понимаете, я думаю, что без этого газа мы не останемся. Я думаю, что все-таки в Москве рассчитывают на то, что будут давать столько газа, чтобы хватило Приднестровью. И чтобы, так сказать, немножко давать Молдове, чтобы Молдова не сказала друг Украине, чтобы они прекратили прокачку газа только для Приднестровья. Значит, я думаю, что полностью газ не остановлен. Но я еще раз говорю, что все зависит от поведения наших политиков. Я уже как-то писал в соцсетях, что, на мой взгляд, сейчас необходима политическая воля. То есть, если у нас есть профессионалы, одна делегация должна поехать в Бухарест и согласовать с ними, пусть краткосрочно, чтобы смогли поставить газ для нужд Республики Молдова. Другая делегация должна поехать в Киев и согласовать с ними момент отключения прокачки российского газа только для Приднестровья. И тогда посмотреть, что произойдет. Потому что только таким образом можно получить более выгодные условия и необходимые объемы, что у нас есть, будем говорить, инструменты в руках. В другом случае, если мы будем вот в таком желеобразном состоянии с ними разговаривать, то с нами будут играть футбол. Это просто понятно. Если мы никаких движений не будем делать, то никакая вода под этот лежачий камень не затечет. Но уже сегодня две трети получаемого газа уходят на левый берег, и только одна треть того газа, который получаем, остается на правом берегу. Это опять же, я в курсе вот этих раскладов. Это опять же будем говорить из-за того, что власти Республики Молдова не предпринимают ничего. Они просто могут предварительно сказать Газпрому, извините, ребята, тогда нам придется обратиться в Украину, потому что все равно нам не хватает. Нам нужно искать на стороне эти объемы газа. И тогда мы будем искать и электроэнергию, и газ на стороне. Пусть это будет несколько дороже, но тогда мы попросим наших соседей из Киева, чтобы они просто прекратили транзит газа для Приднестровья, потому что мы не будем наблюдать, как, будем говорить, треть страны шантажирует остальные две трети. Вопрос у меня тогда такого порядка. Учитывая, что, и господин Чабан это подтвердил опять же в студии, что спотовая цена приближается уже к той цене, которую мы сейчас платим Российской Федерации за поставляемый ими газ, есть ли нам смысл в дальнейшем, в принципе, бороться и пытаться как-то сохранять этот контракт? Если цена газа, который мы покупаем у России, будет равна той же цене, а может быть и дешевле, учитывая, что европейцы заполнили свои хранилища, и им уже нет необходимости покупать в таком же количестве газа, цена на газ падает, может быть, будет спотовая и ниже той цены, которую мы покупаем у России. Имеет ли смысл тогда вообще сохранять этот контракт? Значит, на мой взгляд, конечно же, с точки зрения логистики, которая устроена десятилетиями, годами, потому что вот господин Тафилат понимает, о чем я говорю, это и пункты замера, это и согласование объемов, это и диспетчеризация всех этих объемов, распределения и так далее, конечно же, удобнее сохранять поставки газа в таком виде, в каком они есть, потому что это настроенный механизм. При переходе на другой механизм это будет обязательно, это достаточно сложное, будем говорить, с точки зрения логистики и коммерции, торговать объемами газа от разных поставщиков. Это, не знаю, есть ли у нас подготовленная команда, которая готова как бы без каких-то синкопов, без каких-то проволочек организовать стройную работу вот в этом смысле. Но, учитывая цену политическую и какую хотите, коммерческую, экономическую, вот этого шантажа, то, естественно, это стоит этих усилий. Поэтому, как бы, да, я согласен с вами, потому что я буквально сегодня смотрел, уже цена уходит ниже, чем та цена, потому что предложение очень большое, я даже смотрел ситуацию по всем терминалам, по сжиженным газам, буквально стоят корабли в очереди, и терминалы не имеют мощности регазифицировать такое количество, потому что, как вы сами сказали, газохранилища полны, потребление уменьшилось, во-первых, из-за цены, во-вторых, из-за погоды, и поэтому просто такое количество невозможно регазифицировать, его все равно нужно держать в жидком состоянии, потому что возможности держать его в газообразном нету, и цена пойдет еще ниже. И то, что Владимир Владимирович с большой издевкой и иронично твердил нам два месяца назад, что Европа, вы как собираетесь зимовать? Мы увидим, что грозащих европейцев. Да, да, мёрзь не мёрзь не волчий хвост. Так вот у него не получается, прогнозы получаются очень не в его пользу, не в пользу его там пословиц и сказок, что обещается достаточно тёплая зима, как мы видим, достаточно тёплая осень, как будто бабье лето продлится уже до декабря. Поэтому, естественно, что стоит задуматься очень серьёзно и заставить этих наших, как говорится, сограждан из Приднестровья поискать хорошо по своим карманам, что в конечном итоге им придётся покупать газ на тех же условиях, что и покупаем мы уже десятилетиями. Я так понимаю, не только газ, но и электроэнергию. И электроэнергию. Но я не знаю, для господина Тафилат знает лучше, я, к сожалению, не занимался в последнее время, в каком состоянии мощности наших линий для того, чтобы импортировать то количество электроэнергии и из других источников, кроме... Потому что я знаю, что необходимо построить линию от Сучава-Тубильс, чтобы иметь мощность для Севера. Потому что то, что подстанция была настроена на транспорт с Новоднестровской ГЭС, её надо перенаправить в другую сторону. И по югу надо будет на подстанцию на Бурлачене от неё, по крайней мере, соединиться с остальной частью Молдовы. Но господин Тафилат, наверное, лучше знает, каково состояние сейчас этой инфраструктуры. И, конечно, электроэнергию тоже надо покупать. И тогда мой заключительный к вам вопрос будет то, что делается сейчас с властями Приднестровья. Это попытка поднять ставки для переговорной позиции, политической переговорной позиции, понимая, что происходит. Или это они видят слабости и нерешительность власти в определённых каких-то, может быть, моментах. И поэтому они пытаются сохранить само Приднестровье в том виде, каком оно существовало эти годы, и сохранить свои позиции. Я думаю, что вопрос вот этой игры касается не только Приднестровья. Потому что я сопоставляю эти движения как раз с этими нашими так называемыми проплаченными протестами. Я думаю, что это делается для того, чтобы дать ещё немного козырей организаторам этих протестов, чтобы они могли собрать людей. Потому что на волне вот этих неудобств, да, чинимых выключением света вечером, ограничение потребления и так далее. Вы посмотрите в соцсетях, как сильно активизировались все эти тролли, которые поддерживают вот эту вот позицию, что что не дают нам делать бизнес. И я вчера им объяснял, что говорю, вот представьте себе, что у нас есть ведро воды на 10 человек, да, и неизвестно на сколько дней. И вдруг одному из этих 10 человек приспичил, он говорит, а пошло оно всё, горено всё гаром, я беру это ведро, иду делать душ. И остальные 10 человек смотрят на него мытого и не знают, что они будут пить завтра. Вот примерно в таком ситуации мы находимся с том количеством электроэнергии, которое нам сейчас доступно. И вот сейчас эти тролли рассказывают, что вот Алла Мемиренко там ругает, что в кафе включили свет, и они продолжают работать, не дают человеку развивать бизнес, он как раз не ленится, не сидит сложа руки, а работает. Да и я сказал, он проработает 5 часов, а потом все вокруг него, включая его, не на чем будет кружку чая согреть. Понятно. Вот, к сожалению, такая ситуация. Спасибо большое, спасибо, что вы нашли время, и надеюсь, увидимся с вами и в студии уже. Да, я тоже так надеюсь. Очень благодарен вам, что вы связались со мной, чтобы я мог, так сказать, пар этот выпустить, и надеюсь, что мое мнение будет полезно кому-то из наших телезрителей. Спасибо, и хорошо, Витя, все хорошо. Мы возвращаемся в студию. Весвентофилат, ну, я вас практически не спрашивала, успела только один вопрос задать. Давайте теперь разберемся с вами, как вы считаете, что происходит. Мы уже поняли, что здесь политики действительно больше, чем экономики, и политики, насколько я понимаю, такой чуть больше, чем просто Кишинев-Тирасполь. Взаимоотношения, это Российская Федерация, это Европейский Союз, мы, как страна-кандидат, которую рассматривают на самом деле в рамках своей геополитической сферы влияния до сих пор Российская Федерация, несмотря на желание, высказанное на выборах гражданами Республики Молдова сближаться с Европейским Союзом. И Приднестровский регион, который существует уже почти 30 лет в том виде, в каком он есть. И вы были одними из авторов отчета о газовом счете, о том, как за счет газа поддерживается Приднестровская Федерация, чуть не сказала Приднестровская Федерация. Сейчас меня обвинят в продвижении федерализации, это не так. Хотя я не считаю, что форма важна, мне важно содержание, в конце концов. Терраспорт с Кишневым сейчас какую игру играет? Свою или чужую? Вопрос, наверное, надо рассмотреть немного шире. И прежде чем прийти к рассмотрению проблемы, давайте посмотрим на входные данные. Мы с шантажом газовым и энергетическим сталкивались ровно год назад. Тогда с одной стороны Газпром уменьшил объем поставок газа, с другой стороны тоже в октябре, год назад, Молдавская ГРЭС сократила выработку электроэнергии. У нас был переток электричества из украинских сетей. То есть мы создавали переток аварийный, который по более высокой цене. И это, конечно, тоже использовалось как инструмент давления со стороны Москвы, как раз когда шли переговорные процессы. У правительства было ровно год, чтобы подготовиться к новому отопительному сезону и не наступать на те же грабли. Опять же, мы говорим о том, что вопрос энергетических взаимоотношений, он не столько экономический между Республикой Молдовой и Российской Федерацией. Он не столько экономический, сколько политический. Ну, чтобы было более ясно, стоимость добычи газа Российской Федерации, исходя из данных, опубликованных Газпромом еще два года назад, 20 долларов за тысячу кубометров. Стоимость доставки этого газа до границ Республики Молдова еще 45-50 долларов. То есть реально Газпрому стоит 70 долларов, чтобы этот газ доставить до нас. Все, что сверху, это предмет торга. В зависимости от того, сколько Москва сможет и Кремль от нас получить взамен. Ну, это значит, мы сейчас неплохо переплачиваем. Почти тысячу долларов. Ну, да. По сути, это так. По сути, это так. И опять же, это последствия того, что Европейский Союз с годами ничего не предпринимал, как и Республика Молдова на самом деле, ничего не предпринимал по сокращению зависимости от поставок российского газа. Учитывая, что Газпром не является надежным поставщиком, были ряд случаев. Именно усугубляли. Совершенно верно. То есть Турецкий поток, Северный поток, Северный поток-2. Это все процессы, которые только повышали зависимость европейских стран от ненадежного российского поставщика. Потому что был ряд случаев, когда Газпром по требованию Кремля ограничивал поставки газа в сторону Евросоюза и в Молдову в том числе. Первое, что мы замечаем. У правительства был год, чтобы разработать и согласовать запасной план. В чем он заключался? То есть мы должны избавиться от источника шантажа. От того, что у нас нет альтернативного плана, нет возможности закупать газоэлектричество на других рынках. Почему я так говорю? Мы видим, что этим летом Газпром отключил поставку газа уже ряду европейских стран. 7 или 8 стран уже остались без российского газа. По отношению к Республике Молдова ситуация немного сложнее, потому что все-таки Кремль пытается каким-то образом еще удержать влияние над Приднестровским регионом путем поставок условно бесплатного газа или газа в долг. Только у Молдовы есть такая ситуация. И Кремлю, и Путину лично он боится брать на себя ответственность по отключению поставок газа и Молдове, и Приднестровье. Он не может отключить только нас и поставлять газ в Приднестровье. Это технически невозможно. Киев отключит поставку. Поэтому он на себя не хочет брать ответственность. Путин уже не раз доказывал, что он боится. Два года назад, когда начался ковид, я дам вам просто несколько примеров, чтобы это не звучало как голосновное заявление. Да, в период ковида-пандемии, когда надо было вводить ограничения, чтобы люди не выходили из домов, Путин сказал, что эта ответственность переходит на регионы. То есть он как-то отстранился от принятия решений. То же самое сейчас идет по мобилизации. Давайте от мобилизации уходим к газу, энергетике. Значит, второе, что нужно иметь в виду, значит, Путин боится брать на себя ответственность по отключению поставок газа как в Молдову, так и в Приднестровье. Он пытается, ограничив объем газа, он пытается переложить ответственность на правительство Кишинева. Мол, мы вам даем 5,7 миллионов кубометров в сутки. Вот вы сами распределяете, сколько идет на правый берег, сколько на левый берег. Потому что в октябре нам, обоим берегам, нужно где-то 8 миллионов кубометров в сутки. А в декабре и январе минимальное, то есть в среднемесячный, среднесуточный объем потребления 13,3 миллиона кубов. То есть понятно, что 5,7 миллионов кубов не хватает для обоих берегов. Для того, чтобы наши зрители понимали, это действительно так. Получалось, одна треть уходила на правый берег, на правобережную Молдову, и две трети уходили на левобережную часть, то есть в Приднестровье, на работу Молдгресс, ММЗ, цементного завода, и так далее. И криптовалютных майнинговых ферм. И криптовалютных майнинговых ферм. Майнинговые фермы не сильно не знаю, но про эти три предприятия они точно получали этот газ. Такая была ситуация. То есть в случае, если Газпром прекращает поставки газа в республику Молдова, то газ пристает получать, но не автоматически, но в течение очень короткого срока времени, также и левый берег. Пару дней, да. Остаются какие-то резервы технические в газопроводах, но до двух дней они уже заканчиваются. А если сохраняется поставка 5,7 миллионов в сутки, что происходит? Мы продолжаем его делить таким образом, как сейчас? Или Тирасполь, путем сокращения поставок электроэнергии на правый берег, будет выторговывать уступки по увеличению части поставленного газа левому берегу? Сейчас у нас, у республики Молдова еще не хватает позиций для ведения переговоров на равном уровне, как с Москвой, так и с Приднестровьем. Приднестровь мы не должны вести на равном уровне, мы не признаем существование сепартистского региона, это часть единой Молдовы, поэтому мы с ними не можем разговаривать на равном уровне. В том смысле, что мы пока еще можем быть, нас еще могут шантажировать, и поскольку переход на альтернативные источники электроэнергии и газа нам обойдутся очень-очень дорого, и молдавские бюджеты, и молдавские потребители не могут оплатить электроэнергию по 300 евро или 350 евро за киловатт, пардон, за мегаватт, при нынешней цене где-то 80 евро. Мы не можем платить электроэнергию в 5 раз дороже, в 4. до того, как наступил сезон отопительный, нам надо было разработать и согласовать этот резервный план. То есть, молдавское правительство должно было рассчитать, если вдруг прекращается поставка российского газа, нам надо будет закупить столько-то объемов газа у других поставщиков и столько-то объема электроэнергии. И оттуда появляются бюджеты, сколько это будет стоить, сколько мы сможем заплатить реально исходя из наших доходов и какой объем финансирования мы должны потребовать у внешних партнеров. В том числе для компенсации высокой стоимости для потребителей. Хорошо. Вторая составляющая, если прекращается поставка российского газа, то Приднестровье остается полностью без бюджета. То есть, там в течение пары месяцев просто нечем будет платить зарплаты. У них там есть небольшой объем угля для выработки выработки электроэнергии, но фактически в течение нескольких месяцев там наступает просто гуманитарный кризис. И возникают предпосылки для того, чтобы воссоединить страну и наладить уже, то есть, получается, Приднестровье должно перейти в правовое поле республики Молдова. То есть, мы уже можем, должны будем наладить администрацию на всех уровнях и уже разработать. Вы знаете, Вы сейчас говорите, что Кишинев совершенно не готов к такому сценарию. Вы знаете, я сейчас... Пусть это будет моя маленькая ремарка. Мы ровно об этом говорили с господином Парликовым еще в начале мая, то есть, полгода назад. Потому что мы понимали, что именно к этому и идет ситуация. Мне кажется, мы это должны были не обсуждать, а уже начать реализовывать, вести прямые переговоры, еще не позже, уже начать в марте месяце говорить непосредственно об этом. Уже было понятно, что... Тогда еще была война, то есть, только началась война и была непонятная ситуация. Может ли Российская Федерация создать коридор, присоединить Приднестровье, влиять на Молдову? Я хочу кое-что уточнить. Значит, летом господин Спыну, вице-премьера, министр инфраструктуры, энергетики оригинальной развития выступила, сказал, что у них есть план Б. Кто-то стал смеяться, кто-то что-то еще, но мне было интересно содержание вот этого самого плана Б. Я поняла, что речь идет в большей степени о уменьшении зависимости от поставок газа таким образом, чтобы наше потребление газа Правобережной Молдовой сократилось, и чтобы в холодный период наши граждане были уверены, что у них будет тепло, потому что ТЭЦы переведут на мазут, потому что обеспечат дровами или углем, потому что, потому что, потому что. А тем, кто может отапливаться только газом, они будут иметь поставки газа, и дальше речь шла о компенсациях. Плюс была разработана система компенсаций, которая сейчас уже работает. Заходите на платформу компенсации пункт ГОВМИДе, регистрируйтесь, там будет определяться степень энергетической зависимости каждого гражданина, и в зависимости от этого будет выплачиваться компенсация от 70 до 20 процентов от стоимости фактуры, которые вы получаете. Теперь я возвращаюсь к тому, как вы можете. Это касается потребителей. Я не увидела за этот период энергетических не компенсаций, а компенсаторных мер, разработанных Министерством экономики и Министерством финансов в отношении экономических агентов. Вот не увидела. Может быть, я пропустила, но они есть, я бы с удовольствием на них посмотрела. но и не увидела, где же мы будем получать газ в случае, каждое 20 число мы ждем, чтобы мы заплатили за счет, и каждое первое число мы ждем, будет или не будет газ. Но где мы будем получать, откуда мы будем брать газ в случае прекращения поставок, я тоже не увидела. И вот как бы план Б был с многоточием, он не дописан? На мой взгляд, я, по крайней мере, не видел такого плана Б. То, что я видел это решение правительства по сокращению потребления газа, то есть какие меры мы можем предпринять, чтобы сократить потребление дорогого газа. Опять же, для того, чтобы преодолеть этот энергетический шантаж, мы должны были рассчитать, сколько нам газа нужно, и самое главное, сколько электроэнергии нам нужно. Да, сегодня Молдова может поставлять газ из любой точки мира. Получать? Получать, да, приобретать, покупать газ, и господин Баштавой уже сказал, что уже в этом месяце цена газа на спотовом рынке значительно, ну, чуть ниже, чем цену, которую мы платим сейчас Газпром. То есть сейчас мы спокойненько можем покупать газ в другом месте. По электричеству ситуация намного сложнее. Мы сейчас платим электроэнергию по средней цене 80 евро за мегаватт. На европейском рынке это цена 300-350. Ну, окей, сейчас цена ушла чуть ниже, что будет в декабре-емваре, сложно сказать, но можем ориентироваться где-то в районе 300 евро за мегаватт. То есть разница 220 евро на 1 мегаватт. Открываем энергетический баланс. Сколько электроэнергии потребляет Республика Молдова? 20% в среднем погоду, летом меньше, зимой больше, 20% в среднем мы производим на месте. 80% надо импортировать. Это в районе 3,5 миллионов мегаватт. Умножаем на 220 евро за 1 мегаватт средняя цена, разница в цене. Нам нужно где-то 750-800 миллионов евро на 1 год, чтобы перейти на альтернативные поставки электроэнергии. Это очень дорого, это очень много, поэтому без внешней финансовой помощи мы не сможем это преодолеть. Полдова не потянет. Что делать правительство, кроме как найти эти источники, хотя электроэнергия есть у нас? Что они должны делать? Вот прям скажите, что... Давайте я докончу идею, потому что тогда станет понятно, зачем это нужно. Имея такой план согласованный, чтобы просить, мы должны что-то положить на стол, какие-то расчеты, что вам нужно, сколько, когда, откуда. То есть давайте расчет этот проведем и попросим, выделите нам, пожалуйста, компенсации, потому что молдавский потребитель не потянет такие цены. Это первое. Второе, кроме того, чтобы просто просить, мы еще можем предложить. Предложить мы можем урегулирование Приднестровского конфликта. Одно дело, когда европейский или американский чиновник голосует за выделение финансовой помощи Республики Молдова, другое, когда выделяются деньги на урегулирование Приднестровского конфликта. Опять же, это исходит из того, что без российского газа независимость Приднестровья испаряется, отключается за неуплату. Мы можем, я не раз объяснял, и господин Парликов объяснял, более половины их бюджета формируется за счет перепродажи этого бесплатного газа, который к ним приходит. Нет газа, нет бюджета, нет Приднестровья. У них нет другого выхода, кроме как сотрудничать с кишиневскими властями. У нас есть достаточно опыта и понимания, как администрировать этот регион. Я боюсь, что нет, об этом никто не задумывается даже. Но к этому ситуация и ведет. Поэтому мы еще с мая вместе с Виктором Парликовым говорили, что давайте будем готовиться к этому резервному плану. Имея уже этот план, то есть, если бы Путин знал, что мы можем спокойно пережить ситуацию с отключением поставок российского газа, и он не может больше нас фантажировать, то он бы не стал играться с этим. Потому что он понимает, если Путин принимает решение отключить поставки газа, Молдова спокойно может закупить энергоресурсы на европейском рынке, опять же, если было бы согласовано. Он тогда теряет все, мы проходим этот сложный период. Но он теряет все. Он бы не стал рисковать. Но к этому ситуация в любом случае ведет. Рано или поздно этот условно бесплатный газ для Приднестровья, он закончится. И тогда в любом случае нам придется заниматься воссоединением обоих берегов Днестра. Поэтому, наверное, здесь опыт Германии был бы полезен, потому что они проходили через этот процесс более 30 лет назад. То есть, нет смысла обращаться к Европейским фондам Европейских Союзов, говоря о том, что нам необходимо просто компенсировать стоимость электроэнергии для потребителей. В контексте урегулирования Приднестровского уровня. говорить о том, что нам необходимо объединять страну в этой ситуации и мы будем брать компенсации на всех граждан, на всю страну, правый и левый берег и мы будем выстраивать новую экономику для всей страны. Правильно. Теперь, что касается непосредственно взаимоотношений Кишинева и Тирасполя. У нас есть два подхода. Либо найти точки соприкосновения и решить пекали амиабилы, то есть договориться с ними, найти консенсус по тому, как мы переходим эту зиму, как мы будем справляться с энергетическим кризисом. Это значит, что не только жители Молдовы должны экономить, но и жители Приднестровья в том числе. Либо у нас будут какие-то разногласия и тогда одна страна будет пытаться шантажировать другую. Учитывая энергетическую инфраструктуру, да, у них есть инструменты давления, но это не критически. Начиная с марта месяца уже энергосети Республики Молдова и Украина присоединены к европейским энергосетям и по законам физики идет переток от из тех стран, где есть возможность выработать электроэнергию, туда, где ее не хватает. То есть, если Молдавская ГРС останавливается, идет просто физический переток из близрежащих стран Румынии, Болгарии, Венгрии и других стран сюда, и в Украину в том числе. Но смотря на линии электропередач, у нас есть высоковольтная линия, которая идет из Румынии, и Сакча Волконешта, она направляется в сторону Молдавской ГРС и потом оттуда приходит в Кишинев. То же самое из семи линий, которые соединяют нас с Украиной, есть только одна на севере, которая не проходит через Приднестровье. Еще две заканчиваются в Рыбнице, они на правый берег не доходят, остальные четыре проходят опять же через Молдавскую ГРС. То есть, технически у Приднестровья, у Террасполя есть возможность отключить линии высоковольтные, которые идут от Террасполя в сторону Кишинева и подпитывают Республику Молдова. Если они их отключат, да, они могут создать нам проблемы. Возможно, нам придется в некоторые часы отключать некоторые районы, чтобы система выстояла, но у них тоже будут такие же проблемы. Особенно север Приднестровского региона останется полностью без света. Я не вижу смысла в этом усугублении. Я понимаю, вы говорите, но я просто не понимаю. Мы должны понимать, для того, чтобы принять адекватное решение, мы должны понимать последствия и быть к ним готовы. У меня ощущение дежавю. Вы произносите сейчас сценарий, который я уже видела в этой жизни. Теперь возвращаемся к этим 5,7 миллионов кубометров. Неужели мы не умеем делать домашнее задание, учиться на собственных ошибках и не приходить снова к этим сценариям спустя столько лет? Судя по всему, еще не все было понято. Возвращаемся к тому, а что мы будем делать это зимой? В принципе, при базовом сценарии, на мой взгляд, если сохранится поставка вот этого минимального объема 5,7 миллионов кубометров, учитывая высокие цены на электроэнергию и низкие цены на газ, на мой взгляд, целесообразно. Во-первых, выделить необходимый объем газа для молдавской ГРЭС, чтобы они вырабатывали дешевую электроэнергию, по цене еще можно поговорить с ними, газ мы можем закупить у других поставщиков, это не повлияет на тариф, цена приемлемая, и нам не надо будет тратить десятки, сотни миллионов евро на дорогую электроэнергию. Но в данном случае, если мы идем по такому сценарию, мы должны быть уверены, что предоставление не тратит эту электроэнергию и газа на свои нужды, которые не согласованы и не имеют ничего. Они выписывают каждый месяц квитанции потребителям за электроэнергию, за газ. У них данные есть. Им нужно сказать, ребята, дайте нам, пожалуйста, данные по потреблению газа, электроэнергии физическими, то есть домохозяйствами, не знаю, там, школами, больницами, госпиталями, то есть тех, которые отключать нецелесообразно, нужно так или иначе поддерживать питание и тепло. И дайте нам меры по сокращению потребления электроэнергии и газа. Если молдавский потребитель старается экономить, то мы хотим видеть то же самое по отношению к жителям, то есть к тем, кто проживает на территории Левобережья. Все вместе мы находимся, мы сталкиваемся с одними и теми проблемами, давайте вместе это все преодолевать. Я сейчас скажу, видишь, которая кому-то покажется странным, но все вместе мы еще и граждане Республики Молдова, потому что на левом берегу Денистра 358, если я не ошибаюсь, тысяч паспортов граждан Республики Молдова. То есть почти все. Да, потому что в любом случае у Террасполя другой альтернативы нет. Москва, на мой взгляд, пытается уже понемножку избавляться от Бриднестровского региона. Поэтому я и спросила, играть ли они на повышение, на более удобную для себя политическую позицию, использовать такой рычаг, как Молдавская ГРЭС. Вот поэтому я спросила это. Ну ладно, время покажет, у нас вот это как бы особо выбора нет, время не будет нас спрашивать, события будут развиваться. Молдавским властям остается только либо взять свои руки и пытаться направлять, развитие событий, либо продолжать находиться в положении жертвы и отбиваться. На самом деле, опять же, у нас был год на то, чтобы подготовить запасной резервный план. Поэтому, чем быстрее правительство подготовит и согласует план альтернативный закупки электроэнергии и газа у других поставщиков и будет финансовое покрытие, тем меньше шансов, что нас будет шантажировать Кремль и тем лучше у нас позиции по переговорам. И тогда нам нечего бояться шантажа и наоборот, мы можем выдвигать условия. Их надо выдвигать. Но опять же, я не уверен, что сейчас власти Кишинева, правительство республики Молдова имеет понимание, что мы хотим от Приднестровья и как вообще Молдова будет заниматься администрированием этого региона и как будет происходить процесс воссоединения двух берегов. Да, это сложный процесс, у нас опыта нет, но хорошо, никто не запрещает попросить помощи у зарубежных партнеров, потому что да, такие процессы происходили. Более того, мы подписывали, там нам было сказано о фондах, которые для нас будут специально открыты. Почему мы должны стесняться? Мы должны абсолютно открыто говорить, что вот вы создали фонды, нам нужно столько-то на это и столько-то на это. У нас с вами не очень много остается времени. Я еще хочу вам задать, потому что знаю вашу причастность, как мне кажется, вы меня поправите, если я неправильное слово выбрал в отношении другого. Потому что это тоже яркое событие. Вчера посол Соединенных Штатов Америки Лонгстон публично объявил, что США вводят санкции в отношении двух молдавских олигархов Владимира Плохотнюка и Лана Шора, а также нескольких связанных с ними организаций и лиц. Представители ПАС вчера массово писали, что вот оно, но слава богу. Первая фраза, которую написал министр юстиции Литвиненко, была бум, чтобы мы все стали спрашивать, что же за бум такой, что случилось. Платформа да, сегодня выпустила пресс-ролейс, что это, они первыми обратились официально и считают, что если бы они этого не сделали, сегодняшнего бы решения не было. я знаю, я знаю, что и вы, как представитель Водж-Дог сообщества, занимались этим вопросом, и я видела у вас на странице, вы летали в Соединенные Штаты Америки, насколько я понимаю, в том числе этот вопрос обсуждался. Да, в том числе этот вопрос обсуждался, да. Что должны из всего этого понимать наши граждане? Потому что заявления, как обычно, были совершенно разнообразны. Кто-то сказал, что это прямое вмешательство в внутренние дела независимого государства и нарушение суверенитета Республики Молдова. Кто-то сказал, что США подтвердили рычаг прямого управления молдавской властью. Кто-то сказал, что где Платон, почему там только Шор, Плохотнюк и приближенные к ним. То есть, сказать, что счастливых и довольных было много, их было гораздо меньше, чем тех, у которых были вопросы и недоумения. Значит, здесь надо прояснить несколько моментов. Во-первых, господин Плохотнюк был внесен в санкционный список на основании положения закона Магнитского, Global Magnitsky Act. Их два. Есть 2012, закон 2012 года, 2016 года. Товарищ Шор был внесен из-за того, что он активно сотрудничает с представителями Российской Федерации. Это другой закон. Там есть еще несколько законов, на основании которых США может вводить санкции, в том числе, допустим, против тех, кто ворует средства, выделяемые правительством США на те или иные меры. То есть, там разное законодательство. Сам процесс по включению в санкционный список этих лиц, он был начат еще в 2018 году, когда Плохотнюк находился у власти. Это в основном делается либо... То есть, это делается людьми, которые не находятся у власти. Гражданское общество, политический класс, обычные граждане, инсайдеры, то есть, те, которые владеют информацией. На мой взгляд, это общие усилия ряда лиц. И я, допустим, прочитал пресс-релиз президента Республики Молдова госпожа Санду, поблагодарила всех участников, которые так или иначе были вовлечены в этот процесс, в том числе и представители гражданского общества. Мы, допустим, в 2019 году были с госпожой Карачук, Лилией Карачук, Transparency International, на встрече в Вашингтоне, где было где-то порядка 40 представителей неправительственных организаций из всего мира. Другими словами, весь мир приходит в США, в Вашингтон, требовать или просить включения в санкционный список своих плохотников и шоров. Поэтому, если всех подряд включать, это технически очень сложно, и, в принципе, берутся по 2-3 представителя от каждой страны, потому что это занимает сбор данных. к ним физические лица, если я правильно понимаю, и все юридические компании с ним связаны. Да, это процесс сбора данных, подтверждения информации, потому что просто так основываясь на том, что кто-то что-то сказал, не принимаются решения. А какие у этого последствия, господин Тафилат? Почему это так важно? И почему вчера так ликовало представители, скажем так, тех, кто так долго ждал? Почему это так важно? Какие последствия? Илан Шор написал, что он последний раз в Америке был в 7 или 8 лет, и что он не собирался туда, поэтому, если его туда не впустят, он не переживает на эту тему совсем. Илан Шор может писать все, что ему угодно. Он обращается либо к тем, кто закрывает глаза на его слова взамен определенного вознаграждения, либо у тех, которые извилины и, в принципе, отсутствуют. Значит, сам принцип внесения в санкционный список тех или иных лиц, это имеет место благодаря тому, что Билл Браудер, который был работодателем Сергея Магницкого, в 2010 году на протяжении двух лет уговаривал политические власти США принять закон Магницкого. О чем этот закон в принципе? Сергей Магницкий был юристом, который еще в 2008 году раскрыл схему хищения средств из бюджета Российской Федерации. Там 230 миллионов долларов. Он написал заявление на тех лиц, которые были причастны к этому. Из-за этого его положили в тюрьму, его избивали на протяжении года и его просто там убили. И Билл Браудер, который был работодателем Сергея Магницкого, он сказал, что я проведу свой остаток жизни для того, чтобы привлечь к ответственности тех лиц, которые причастны к убийству Сергея Магницкого. Они наворовали деньги в России, а тратят их за рубежом. Поэтому закон Магницкого предполагает заморозку активов, то есть ворованных денег и имущества, которые куплены за счет ворованных денег по всему миру. Запрет этим лицам пользоваться, проводить платежи в долларах и находиться на территории США. Но что такое проводить и открывать счета в долларах? Доллар является основной финансовой валютой во всем мире. Любой банк, который так или иначе занимается как-то предоставляет услуги международных платежей, он привязан к финансовым транзакциям в долларах. То есть никто, никакой банк в мире не захочет иметь взаимоотношения с лицами, находящимися в санкционном списке. Почему? Может попасть под встречные санкции? Абсолютно. Да. Потому что если вдруг любой банк откроет счет на имя Шора или Плохотнюка и его поймают, этот банк попадает под санкции и никто в мире с ним работать не захочет. И рисковать из-за каких-то небольших комиссионов никто не будет. Никто не будет. Конечно, возникают сложности в плане того, что и Шор и Плохотнюк не работают напрямую открыто. Они приходят с паспортом в банк открыть счет. Они действуют через подставных лиц, через офшорные компании. Но в любом случае рано или поздно информация Там же есть список определенных компаний, которые уже под санкциями. То есть дальнейшее проведение платежей в долларах для этих компаний становится невозможным. Для них жизнь, для Шора и Плохотнюка очень сильно усложняется. И опять же, это только начало. Я думаю, последуют то, что сейчас допустим делает товарищ Шор с этими протестами, с выведением и проплатой населения, чтобы некоторые лица выходили с его месседжами. На самом деле преследует две цели. С одной стороны, Шор боится экстрадиции из Израиля, потому что это возможно зависит от того, какого качества материала предоставит молдавская сторона. Да, это возможно, есть прецеденты. Он боится сесть в тюрьму. Вот поэтому он готов миллионами распылять деньги и платить людям, которые выходят протестовать. С другой стороны, мы видим, что российские власти сделали ставку и сделали из Шора якобы лидера оппозиции. То есть, да, путинский режим... Объявляли его персоной нонград в Российской Федерации ранее. Да, путинский режим делает ставки на тех, которые крадут миллиарды у людей, мы сейчас должны это оплачивать. Но это их ставка, у них есть право выбора. И я думаю, что Шор пытается тем самым показать Путину, что вот, я тут могу собрать людей на протест, а Додон и социалисты не могут. Если мы вспомним ровно год назад, когда начался шантаж, 1 октября 21 года нам сократили поставку газа. Господин Додон был в Москве. Он приехал через неделю, где-то 7 октября уже выступил с тем, что вот мы будем выводить людей на протесты, будем требовать досрочных парламентских и президентских выборов. Они попытались опять же делать протесты весной, потом летом, у них не было тяги. Народ уже не хочет выходить, потому что есть ряд вопросов к тем, кто организовывает эти протесты. Шор проплатил людей, и вот он показывает Путину, что давайте лучше не ставьте на Додона, а давайте со мной сотрудничать. Я верю в то, что людям очень непросто жить с такими ценами, с такой инфляцией, но я видела и расследование коллег, и честно говоря, у меня есть такая привычка ходить, не делать лайф из протестов, проходить такой довольно неузнанный, для того, чтобы посмотреть, о чем люди говорят, и там очень многие действительно подтверждали, что они приезжали заработать. Поэтому там есть и те, кто просто действительно пытаются докричаться, что им тяжело, есть и те, для кого это один из способов подзаработать, есть и те, кто мотивирован политическими своими какими-то лозунгами, народ там разный, не все так однозначно и не все так просто, как хотелось бы, наш мир не черно-белый. Заключительный вопрос мой, нам какого развития события ждать. Мы уже действительно в год находимся в такой практически чрезвычайной ситуации в связи с энергоэнергетической ситуацией в стране. И мы уже от 24 февраля в чрезвычайной ситуации по безопасности. У нас высокая очень инфляция, у нас очень сложная обстановка, и мы не понимаем, мы каждое первое число не понимаем, включится ли свет и будет ли газ. И это конечно не прибавляет оптимизма гражданам Республики Молдова. Ваш прогноз, мы все-таки еще сохраняем какую-то надежду и оптимизм на нашу независимость, что нам ее не отключат за неуплату? Да, я настроен оптимистически, более того, учитывая предрасположенность и лидеров европейских стран по отношению к нашему правительству и США и других. То есть, практически весь цивилизованный мир сейчас объединил усилия для того, чтобы помочь Украине сдерживать российскую агрессию. Мы находимся рядом, поэтому есть большая открытость помочь и Республике Молдова, потому что на нас это очень сильно влияет, но мы тоже должны сделать нашу домашнюю работу. То есть, чем быстрее правительство подготовит, что конкретно нам необходимо и как это выглядит с финансовой точки зрения и что мы будем делать с Приднестровьем, тем быстрее мы сможем обзавестись поддержкой международных партнеров, в том числе ООН и перестанем быть шантажируемыми. И сможем планировать свое развитие самостоятельно? Безусловно. Опять же, технически мы можем покупать электроэнергию и газ. Вопрос в цене. Нам надо выработать решение, чтобы перейти перезимовать с минимальными расходами. Если можем тот же минимальный объем газа предоставлять Молдавской ГРЭС, чтобы сократить расходы по электроэнергии, давайте это сделаем. Но опять же, кроме того, чтобы что-то давать, все решения в уровне минимум трех шагов одновременно. Да, надо перестать рассматривать вопрос энергетического шантажа, как исключительно коммерческий, он политический. И мы прекрасно видим, как, допустим, в информационной войне Украина значительно опережает Российскую Федерацию по коммуницированию, они прекрасно справляются и просто разделывают российскую пропаганду на два счета. Мы, к сожалению, информационную войну проигрываем в чистую. Я вам хочу сказать, что и по собственной глупости. Именно, именно, по собственной глупости. Спасибо большое за то, что вы ответили сегодня на мои вопросы. Нашим зрителям хочу сказать, что нельзя одновременно называться независимым суверенным государством и все время находиться в позиции жертвы, что нам отключают, нам не дают. Все мы можем купить, было бы на что. И если мы хотим, чтобы с нами разговаривали на равных, нужно научиться и себя вести соответственно и отвечать за свои действия. Независимость действительно штука дорогая. И когда мы говорим, что за нее надо заплатить, я не думаю, что мы имеем в виду всех наших потребителей, в том числе и тех, чья жизнь довольно так сложно складывается финансово и они даже не зарабатывают тот необходимый минимум жизненный, который нужно. Но для этого существует государство. Для того, чтобы поддержать тех, кому очень тяжело и для этого вы должны помочь государству, регистрируясь сами и говоря о своем существовании, о своей ситуации, о своих сложностях. И для того, чтобы говорить за нас всех, что мы не рабы, мы хотим жить свободными. И тогда все остальные решения должны приниматься исходя из этого. Если молдавская власть будет пытаться продолжать существовать в позиции жертвы, никаких решений никогда принято не будет и мы будем только упускать момент за моментом. А каждый из вас тоже решает каждый день. вы хозяева своей жизни или кто-то другой должен приходить и за вас решать. Это территория свободы. Здесь я предпочитаю разговаривать о свободе, о чести и о том, что мы должны делать в этой стране для того, чтобы уважать себя и уважали нас и о том, чтобы наши граждане жили лучше. В следующий четверг я жду вас в этой студии, как всегда, 19.00. Все хорошо. Берегите себя, и за декплески.